Всем привет, с вами Дизер. Да, 10 лет назад состоялась презентация первого айфона, и это было знаменательным событием. Якобы айфон перевернул представление о мобильном телефоне. И презентация, которая состоялась буквально вчера, происходила в Стив Джобс театре, то есть в театре Стива Джобса. И первые слова Тима Кука были здесь на самом Стиве. Он так это все высказывал, что аж сплакнул, я это собственно видел. Затем презентация продолжилась как обычно меряними письками, и вышла Анжела Аренс, очень сложная фамилия у нее для того, чтобы его произнести на русском языке. И начала рассказывать о том, что все в общем было потрясающе классно и офигенно. Они построили большой Эппл Парк, и собственно о нем она и говорила, о том, что там будет зона, где можно посидеть, можно поболтать, потрепаться, в общем познакомиться и все такое. Затем они показали еще и ролик об этом, в общем все было очень круто, ну как обычно в стиле Эппл. В зале также присутствовал Стив Возник, а это, напомним, один из прородителей компании Эппл, которые вместе со Стивом Джобсом, собственно говоря, и разрабатывали первые устройства, девайсы и все такое. Затем речь пошла про Эппл Уотч Сириез 3. Главное отличие этих часов то, что у них красная кнопка. Ну и еще то, что они теперь поддерживают модуль связи, то есть в нем есть ЛТЕ и также и УМТС, как они сказали, и да, антенной выступает здесь сам экран. Это очень, кстати, странно, почему не именно алюминиевый корпус, но в общем теперь смартфон как бы нафиг не нужен, вы можете звонить с часов, потому что в них даже есть встроенная память и вы можете слушать там музыку. Естественно они не прошли мимо и рассказали о железной начинке, то что там двухъядерный процессор, он стал на 70% мощнее, бла-бла-бла. Но как мы знаем, что часы в принципе будут всегда тормозить с выходом новой WatchOS для того, чтобы продвигать продукцию следующую. Например, Series 4, которую анонсируют буквально через год. Далее последовала презентация, точнее показ анонса не телевизора Apple TV, как мы планировали и как мы ожидали по утечке, а на самом деле приставки Apple TV 4K. И там был новый мощный процессор, все такое, в общем 4K теперь вошло прямо сильно так в массы и все круто. Также показали игру, которая играется на Apple TV и типа там вау, какое офигенное графическое гидро встроенное, все круто и так далее и тому подобное. Ну и далее Apple перешли к айфонам. Что же они говорили про айфоны? Так то, чего айфоны привнесли в мир смартфонов за свои 10 лет. И они, естественно, показали новый айфон и это был не 7S Plus или какой-то там еще, а это был айфон 8. Почему 7S они пропустили, непонятно, хотя смартфон отличается от 7-ки только лишь наличием задней стеклянной крышки. Да, теперь там шестиядерный CPU, 64-битный, все там на несколько процентов стало побыстрее. И самое главное преимущество то, что смартфон благодаря задней стеклянной крышке теперь поддерживает беспроводную зарядку. Да! И Фил Шиллер об этом так сказал, прям как будто вау, они единственные, кто в этом мире добились этого. А то, что у Samsung эта технология есть уже давно, да как бы неважно. Теперь можно писать видео в 4К 60 кадров в секунду, 1080p в 240 кадров в секунду. Ну, в общем, немножко проапгрейдили камеру, причем на софтовом уровне. То есть айфон 7 якобы по железу не будет тянуть такой формат съемки. Далее рассказали про то, что камеры улучшили в плане съемок и обработок портретных режимов. То есть просто они стали круче блюрить фон. Но то, что вторая камера идет 2.8 апертура, это уж, конечно, совсем пипец. Потом они рассказали про обычную версию телефона, не про плюс, ну там, в общем, ничего интересного. Не упомянули, кстати, ни разу то, что сколько смартфон будет работать от одного заряда. Потом показали технологию ARKit, или как он там называется, AR, когда ты смартфоном управляешь, когда ты смартфон направляешь на местность, и он тебе дополняет реальность всякими там фишечками, плюшечками. И теперь ты можешь смотреть на небо, у тебя будет показываться созвездие, ты можешь на столе играть, у тебя будут показываться там всякие прикольные игры, ландшафты, все такое. Но самое полезное по мне так это было, когда ты сидишь на стадионе, допустим, наблюдаешь за каким-нибудь матчем футбольным, и у тебя прям показывают, где какой игрок бежит, и все такое. Вот это было круто. Потом пошла речь о беспроводных технологиях, и почему-то я думал, что сначала будет речь об AirPods, но оказалось, нет, это про беспроводную зарядку в новом iPhone 8. Как бы здесь вообще ничего удивительного, ничего интересного, да, они это сделали, молодцы, но, блядь, столько лет они игнорировали эту технологию, в то время как Samsung еще с Galaxy S4 это поддерживает, ну это вообще, короче, странно. Ну и далее цены, iPhone 8 699 долларов, iPhone 8 Plus 256 гигабайта и 64 гигабайта, то есть только две версии доступны, в трех цветах, начинается от 799 долларов. Затем вышел Тим Кук и сказал фирменную фишку Стива Джобса, one more thing, и показали нам iPhone X. То есть iPhone 9 нету, iPhone 8s нету, так же как и 7s, сразу iPhone X. И да, все как согласно утечкам, то есть у него развернутая камера, причем не объяснили ход такой, почему именно так они сделали, но это якобы безрамочный смартфон, хотя рамки, блядь, видны и пипец какие они на самом деле. Размер экрана 5,8 дюйма с разрешением 2436 на 11,25, в общем это странно. Нету кнопки Home, то есть, кстати, плотность экрана 458 ppi. И самое интересное то, что он обладает сканером лица, то есть теперь эта технология есть и в iPhone, не только в Samsung Galaxy S7 и S8. И что меня порадовало, так это то, что на презентации, когда презентовали эту именно технологию, у Крэга Федериги не сработал Face ID, как они его назвали. Просто пипец, он с первого раза не захотел срабатывать. И вот это был факап, который я вот, например, ожидал, думаю, ну сейчас как факап случится, произошло. В общем, презентовали это, то, что смартфон разблокируется теперь у нас именно по сканеру вашего фейса. То есть кнопки Home нету, и если вы хотите просто разблокировать смартфон, то Touch ID как бы вам нахрен не нужен, вы просто проводите свайпом снизу вверх. Ничего не напоминает в Android также, например, в том же Xiaomi разблокировка происходит именно таким же свайпом. А потом началась речь о том, что будет у нас анимированные смайлики, анимодзи и все такое, все благодаря типа камере, которая встроена вперед. И да, там есть анимированное говно. Потом речь прошла про камеры, то, что 12-мегапиксельные два сенсора, один апертура 2.4, а другой 1.8, все такое, бла-бла-бла, ничего интересного. На обоих сенсорах есть оптическая стабилизация, и что самое интересное, когда показывают в данном ролике то, что дополненная реальность Arcade, камера безбожно трясется, непонятно почему. Ну и потом пошла, естественно, речь про цены. На старые смартфоны цены немножко снизились, а iPhone X стоил аж 999 долларов. Потом они показали блин, на котором можно заряжать теперь аж целых три устройства, то есть iPhone, часики и также AirPods. Они все будут заряжаться вместе, якобы красиво так анимация будет показываться на экране вашего смартфона. Но чё-то как-то блин вот этот вот, это вообще как-то не очень. Предзаказ, кстати, начинается с 27 октября, доступен 3 ноября аж, то есть пока они его будут производить, это всё будет долго. Ну и как бы вот такая вот презентация, я не знаю, я остался от этой презентации вообще ни в каких впечатлениях, то есть меня ничего не удивило, потому что все утечки были, я знал, что Apple когда-то выпустит свой безрамочный смартфон. Поэтому, ну такое, как бы догоняют рынок китайцев и корейцев, а в плане Samsung, так что вот как-то так. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, все социальные сети, которые есть в описании. До новых встреч, всем скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok